Миндот, друзья, приветствую вас всех, начинаем наш эфир, продолжаем тему прошлого эфира, то есть тем, кто присоединился впервые, напоминаю формат, то есть вначале 1 час, то есть так как эфир в Инстаграме длится не больше часа, 1 час, говорю я, постараюсь раскрыть тему, заявленную тему эфира, и следующий эфир, сразу за ним запускаю второй эфир, если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете задать во время второго эфира, он будет полностью посвящен ответу на вопросы, вопрос можно задавать по этой теме сегодняшней эфира, либо в целом по буддийской философии о буддизме. Какие будут у вас вопросы, постараюсь на них всех ответить, на сколько я успею. Вот, такой формат. Сейчас мы начинаем первую часть, в общем, продолжаем тему, начатую в прошлом эфире, посвященную закону кармы. Сегодня тема эфира называется «Улучшение кармы», но хотелось бы немного продолжить прошлую тему, то есть посвященную закону кармы, мы говорили о 10 добродетельных поступках, 10 путях кармы, так называемых, да, то есть 10 недобродетельных поступков, и отказ от них выражается, то есть в отказе от них выражается 10 добродетельных поступков. Вот, кратко напомню, первые, то есть 3 поступка относятся к действиям тела, это убийство, воровство и распутство. Это 3 недобродетельных поступка тела, соответственно, отказ от этих трех поступков называется тремя добродетельными поступками тела. Вот, далее 4 поступка речи, это ложь, злословие, грубые слова и пустословие. Это 4 недобродетельных поступка речи, соответственно, воздержание от них называется добродетельными поступками речи. И 3 недобродетельных поступка ума, это злонамеренность, алчность и ложные взгляды. Слышно ли меня? Хорошо слышно? Вот, я не знаю, у меня может связь, микрофон вроде включен. Вот, в общем, мы разобрали эти поступки, эти 10 путей кармы на прошлом занятии, и, в общем, мы говорили о последствиях этих действий, да? То есть, последствиями недобродетельных поступков являются счастье, то есть, благие перерождения, благие условия, хорошие привычки и так далее, да? И последствиями недобродетельных поступков являются неблагие перерождения, дурные участи, а также схожие по причине, да? Схожие с причиной плоды, то есть, если человек совершал убийство в прошлых жизнях, да? Он перерождается в дурные участи, даже потом, когда эта карма исчерпается, то есть, вергающая карма, которая привела к рождению, да? В плохом месте, там, в виде животного, либо в виде адского существа, да? Когда она исчерпывается, тем не менее, остаются господствующие плоды, то есть, схожие по причине. То есть, когда человек рождается снова человеком, ну, как существо рождается снова человеком, как бы принимает снова рождение, да, в виде человека, тем не менее, у него остается склонность к убийству, и плюс у него остается, как бы, последствия тех поступков в прошлом, то есть, короткая жизнь и очень много болезней и так далее, да? То есть, слабое здоровье и много причин для смерти, вот, потому что он сам в прошлых жизнях отнимал у других живых существ жизнь, поэтому это, как бы, схожи по причине, да, последствия. Вот, и многие люди, которые умирают насильственной смертью, тоже они, как бы, создали причины, возможно, в этой жизни, возможно, в одной из прошлых жизней, да, этого мы не можем точно сказать, но, определенно, причины существовали, да, для таких последствий. Вот, далее мы, я, как говорил, мы следуем по тексту Ламрима, то есть, разбираем эту тему, опираясь на классический текст, автором которого является Лама Цунгкапа, вот, по-калмыцки «Зунгла Гигянда». Вот, мы в Хуруле, у нас очень много изображений, «Зунгла Гигянда», очень много калмыков изображений дома хранится, но самое ценное в том, что, вот, мы являемся последователями, да, школы Гилук, основателем которой является Зунгла Гигянда, да, Лама Цунгкапа, самое ценное является именно в том учении, которое он нам оставил. То есть, сам Лама Цунгкапа, он говорил, что тем, кто не смог со мной встретиться, достаточно изучить два моих труда, это Нагрим и Ламрим. То есть, Ламрим, посвященный этапам пути сутры, и Нагрим, то есть, такой, ну, как трактат, который посвящен этапам пути тантры, да, тайной мантры. Вот, и сам Лама Цунгкапа говорил, что изучение этих двух трактатов равноценно встрече со мной. То есть, было, когда он стал очень известным учительом Тибете, очень многие последователи учения Будды хотели встретиться с ним, получить от него наставление, но не у всех была такая возможность, и поэтому Лама Цунгкапа говорил так, что если вы изучите эти два трактата, то это будет равноценно встрече со мной. Поэтому из этого можно понимать, да, насколько важны эти трактаты являются, важными. Вот, и вот Ламрим, он, собственно, переведен на русский язык еще в 90-х годах. Это один из просто самых важных трактатов в традиции считается, потому что в нем очень подробно и последовательно изложен путь, то есть, в буддийской практике с точки зрения сутры, да. Вот, поэтому здесь это, как бы, классический текст, и его, как бы, достоверность не вызывает сомнений. Вот, поэтому я взял этот текст за основу для раскрытия этой темы, да, темы кармы. Вот, поэтому, продолжая по тексту Ламрима, я хотел бы рассмотреть еще подразделение кармы, да, мы говорили, карма — это деяние, да, то есть, есть действия, есть их последствия, то есть, кармический закон — это, значит, закон причины-следственной связи, да, то есть, если мы совершаем какие-то поступки, то мы получаем соответствующие плоды. Если поступки благие, то и плоды, соответственно, желательные, да, то есть, хорошие, как сказать, не знаю, от громкости зависит, если я громче... Ну, не знаю, я... Ну, вот, микрофон поближе туда поднесу, если плохо слышно. Вот. То есть, деяния, карма далее, да, есть подразделения, то есть, соответственно, есть накопленные деяния, есть, то есть, ну, Лам Цукапа здесь делит, на две части, да, то есть, деяния, карма делится на две части, определенного и неопределенного возмездия, то есть, карма, которая определенно принесет плод, ну, соответствующий плод, да, либо карма, которая неизвестна, она принесет плод или нет, то есть, как бы, есть такой, да, то есть, ну, здесь, как бы, такое, как сказать, она может быть подавлена какой-то другой кармой, более сильной, да, то есть, благой кармой, допустим, если вы совершали какие-то неблагие поступки, силы раскаяния и так далее, то есть об этом мы будем говорить сегодня. С помощью четырех сил вы можете ослабить эту карму, и карма определенная, определенного возмездия, она может стать кармой неопределенного возмездия, хотя вы этот поступок совершили, но в силу применения противоядия вы можете ее изменить и очистить таким образом. Поэтому есть два таких вида. То есть здесь что называется кармой деяния определенного возмездия? Это преднамеренно совершенные и накопленные деяния. То есть здесь опять разделение происходит, и совершенные, и есть накопленные деяния. Чем они отличаются? То есть здесь сначала мы разберем, что называется деяния определенного возмездия. То есть это преднамеренно совершенные, то есть сознательно совершённые и накопленные деяния. То есть преднамеренно совершённые и преднамеренно накопленные деяния. Деяния неопределённого возмездия — это содеянные непреднамеренно и ненакопленные. Далее мы разбираем, что такое совершённые и накопленные деяния, чем они отличаются. И разницу их объясняется опять же в Амриме. Совершённые деяния — каковы они? Это замыслы или же исполнение замыслов при помощи тела и речи, то есть это совершенные деяния, что называется совершенными деяниями. И накопленные деяния — это не относящиеся к следующим десяти видам деяний. Первое — содеянные во сне, второе — содеянные несознательно, третье — содеянные неумышленно, четвертое — содеянные без порыва и непродолжительные, пятое — содеянные по ошибке, шестое — содеянные в забытии, седьмое — содеянные против своей воли, восьмое — нейтральные по своему характеру, девятое — очищенные покаянием и десятое — очищенные противоядиями. То есть накопленные — это все остальные деяния помимо всех десяти. То есть вот эти деяния, то есть содеянные во сне, содеянные неумышленно, в забытии, либо против своей воли, совершенные поступки, они относятся к ненакопленным деяниям. Вот, ненакопленные – это перечисленные 10. Также есть между ними разновидности, да? Бывают совершенные и ненакопленные, бывают накопленные, но несовершенные. Совершенные и совершенные, и накопленные, и несовершенные, и ненакопленные. То есть четыре вида существует между ними, как бы, вариантов. Вот, какие это возможности, да? Совершенные и ненакопленные убиения – это содеянное по незнанию, Содеянные во сне, содеянные нечаянно, содеянные против собственной воли, по принуждению других, совершенные лишь однажды, но затем крайне ослабленные благодаря глубокому раскаянию, осознанию пагубности и зароку не повторить, то есть это четырьмя силами ослабленные. Весьма подавленные семени благодаря мирскому пути избавления от страстей или вполне уничтоженные семени благодаря немирскому пути ухода из сансары, пока не созрели последствия. То есть, если, допустим, человек совершил какой-то проступок, неправильное убийство, допустим, да, и потом с помощью четырех сил он, допустим, практикует учение, практикует учение Будды, следует ему, практикует путь, достигает ухода из сансары, то есть достигает состояния архатства, это действие, оно не может принести плод. То есть, убийство, даже совершив убийство, человек может достигнуть в этой же жизни просветление, а он не получает плода своего действия. То есть, считается, что эта карма, она очищена. Вот, потому что у него нет, как бы, причины для того, чтобы эта карма принесла свой плод. Это сравнивается с уничтожением семени, да. То есть, семя, как бы, она остается, но она не дает плод. Вот, допустим, совершили какое-то действие, но так как нет сопутствующих условий, допустим, семя посадил в землю, если его не удобрять, не поливать, там, земля самая последняя плодородная, да, то оно не может принести плод. Вот, и также, люди, которые достигли состояния святости, которые уничтожили омрачение, причины всех вот этих действий, да, небогих, вот, а это семя, оно уже не может принести плод, потому что сопутствующие условия отсутствуют. То есть, сопутствующие вот это омрачение, которые приводят к созреванию вот этой кармы. Вот, поэтому, такие виды, как бы, действий, они относятся к совершенному, но не накопленному. Вот, второе, накопленное, но несовершенное. Происходит, когда долго раздумывают, рассуждают об убиении живого существа, но не решаются лишить жизни. То есть, карма, как бы, накапливается, но действия не совершается. То есть, допустим, человек долго собирался убить другого человека, но по каким-то причинам не получилось у него это сделать, да, неудачная какая-то попытка, может, произошла, либо он не решился это делать, сделать в итоге, да, физически. Но в уме я очень долго об этом думал, размышлял, вот, и так далее, да. То есть, это относится, такое действие, оно относится к накопленной, но несовершенной карме. То есть, само действие несовершено, когда. Вот, третье, совершенное и накопленное, это убиение, это все случаи убиения, не относящиеся к двум первым возможностям. То есть, не относящиеся к содеянному понезнанию, в силу, против собственной воли и так далее, да, и так же не относящиеся, которое не совершилось в итоге убиения, да, или не достигло цели. Вот, то есть, это сознательно человек, когда сознательно раздумывая, рассуждая, совершает, в конце концов, убиение, завершает это действие, да. То есть, это совершенное и накопленное. Вот, четвертое, несовершенное и не накопленное, не относящиеся к тем трем возможностям. То есть, ну, как бы, человек и не думал убивать никого, да, и при этом, естественно, и не совершал никаких действий, бессознательно, там, или по ошибке, да. Вот, аналогично и для других проступков. То есть, всех остальных действий тоже аналогично. То есть, воровства, раступутства и так далее, все относительно. Вот эти четыре варианта возможностей, они также аналогичны и для других проступков. Вот. Для трех проступков ума второй возможности не бывает. То есть, второй возможности накопленные, но несовершенные не бывает, да. То есть, человек, если вынашивает злонамеренность, вот, желает кому-то человеку, другому человеку вреда, допустим, то это уже завершилось действие. То есть умственное действие, злая намеренность, оно уже как бы совершено. Поэтому здесь второй возможности не бывает. То есть не бывает накопленное, но несовершенное, потому что уже самим злым умыслом вы уже совершаете действие ума. Вот, поэтому оно становится совершенным уже. Вот. А в первой возможности отсутствует содеянное нечаянное и содеянное по принуждению других. То есть злонамеренность не может быть случайной, нечаянной. Если человек укрепляется в своем желании, пришли не вред другому, то это уже не случайно, не может оно нечаянно происходить. И также по принуждению других тоже не может человек быть злонамеренным. Поэтому при первой возможности отсутствует содеянный нечаянный и содеянный по принуждению других. Далее. Плоды деяния определенного возмездия трояки по времени испытания. То есть есть действия, которые приносят плоды уже в этой жизни. Есть действия, которые приносят плоды в следующей жизни. И есть действия, которые созревают в третьей жизни позже. То есть через жизнь, либо еще через много-много жизней. То есть три разновидности тоже выделяет. И первое, испытываемая видимая действительность, то есть прямо в этой жизни, это плоды тех деяний, созревающие в этой самой жизни. Их осуществляют факторы восьми видов. То есть какие факторы могут повлиять на то, что плоды принесут уже, то есть эти действия принесут плоды свои уже в этой жизни. Какие восемь факторов существуют? Большое внимание к телу, имуществу и быту приводит к испытыванию в этой жизни плодов неблагих деяний. То есть большое внимание к телу, имуществу и быту имеется в виду большая привязанность к этим действиям, к этим вещам. То есть желание, чтобы тело всегда было в комфортных условиях, желание иметь многое имущество, постоянно об этом думать, постоянно к этому стремиться и так далее. И быту, то есть комфортные условия проживания. Второе, явное невнимание к ним благих. То есть благие поступки, фактор созревания благих кармы, благих поступков прямо в этой жизни, это как раз невнимание к ним, то есть отсутствие привязанности к телу, имуществу и быту. То есть довольство скромными какими-то возможностями и так далее. То есть в плане имущества. Довольство малым и так далее. Вот это все считается благим фактором. То есть человек, который живет скромно, он создает благой фактор. То есть это влияет хорошо на созревание благих плодов действий. Вот. Также явная злонамеренность к существам, она помогает, то есть эта явная злонамеренность, она приводит к созреванию уже неблагой кармы уже в этой жизни. И противоположное ему усердно культивируемое сострадание и желание помочь. То есть противоположный ему фактор это усердно культивируемое сострадание, то есть человеку в жизни, когда практикует сострадание, желание помогать другим живым существам. Этот фактор благую карму приводит к созреванию уже в этой жизни, да? А явная злонамеренность к существам, она приводит к созреванию неблагой кармы уже в этой жизни тоже. То есть это вот противоположные факторы. Вот. Далее явное недоброжелательство к трем драгоценностям, учителям и подобным. Это неблагоприятный фактор, да? Созревание неблагой кармы в этой жизни. И противоположный ему благой фактор это усердное благоговение и вера в них. То есть трем драгоценностям будут хармы и санху, да? Вера в них, благоговение перед ними и так далее. То есть это благой фактор, который приводит к созреванию благою кармы прямо в этой жизни. Вот. Также злоба и неблагодарность к родителям, учителям и другим помощникам приводят к испытанию в этой жизни плодов неблагих деяний. То есть это неблагой, да? Четвертый уже неблагой фактор. А четвертый благой это противоположная ему усердно культивируемая благодарность за оказанную ими помощь. То есть помощь родителей, помощь, ну, как, духовных учителей и других помощников, да? Кто он помогал в жизни. Вот. К испытанию в этой жизни плодов добродетелей. То есть, как бы, чувство благодарности, усердно культивируемая, хотя бы, по крайней мере, да? Благодарность к родителям и так далее, она приводит к созреванию благой кармы уже в этой жизни. То есть вот эти восемь факторов, то есть четыре благих и четыре неблагих, они способствуют созреванию благой либо неблагой кармы уже в этой жизни. То есть они сильно влияют на плоды. то есть быстрота созревания, да? От этого зависит, от этих факторов. Вот. Вот такие вот виды есть, да? Далее порядок созревания плодов благих и неблагих деяний, обильно посеянных в душе. Те деяния, которые весомее, созревают раньше. То есть если поступок более сильный, то есть, допустим, убийство родителей, да, совершенного было, они созревают раньше. Чем сильнее, как бы, деяние, то есть благое либо неблагое, оно созревает, как правило, раньше. Вот. Из деяния одинаковой тяжести раньше созревают те, которые приходят на память в смертный час. То есть если, допустим, человек благое совершил поступок и неблагой, одинаковой тяжести, да? Но когда он умирает, в момент смерти, какая на память, какой поступок ему придет, то есть память об этом поступке, да? И тогда этот плод, он принесет раньше плод, как бы этот поступок он принесет раньше плод свой, чем тот, который не пришел на ум, да, во время смерти. Вот. Из равных же в этом те, которые более привычны. Опять же, даже если смерть, как бы, в уме смерти какие-то мысли приходят, то приходят те, которые более привычны, да, обычно. Вот. Из одинаково привычных деяний раньше созревают те, которые раньше совершены. То есть, опять же, если и одинаковые по тяжести, да, и одинаково привычны, из них созревают те, которые раньше совершились. Совершались, да? Вот. То есть, поэтому очень важно, мы, когда говорим, что, допустим, человек, если умирает, очень важно, чтобы он умирал в хорошем состоянии ума. и рекомендуется обычно перед смертью, допустим, человеку читать какие-то священные тексты, да, допустим, если человек находится при смерти, и, ну, человек, допустим, тяжело больной, которому уже, которого уже нельзя спасти, да, то для него очень полезно было бы, ну, чтобы он слышал какие-то, ну, как благие вещи, да, то есть он в благом настроении, чтобы он был при умирании, в умиротворенном состоянии сознания. Это очень важно для его будущего перерождения, потому что в момент смерти как раз вот этот фактор, он приводит к созреванию какой-то той или иной кармы. Если у него благое состояние ума, если у него хорошее состояние ума, спокойное состояние ума умирает, то есть большая вероятность, что благая карма созреет, то есть в виде нового рождения, да, и если он человек умирает в состоянии злобы, обиды, и ненависти, там, ну, нехорошее состояние ума, то это является фактором как раз неблагоприятным для его будущего рождения. Вот, поэтому мы говорим, что это очень важно в момент смерти, чтобы человек был, ну, как сказать, умиротворен, да. Далее, особое размышление дальше, да, то есть здесь, если рассмотреть, что благодаря отказу от десяти недобродетельных деяний, то есть практике десяти добродетелей, десяти благих путей кармы, обретается хорошее рождение, да, обретается человеческое рождение либо в мире богов, вот, и при этом хорошо бы, если бы такое рождение сопровождалось благими факторами, которые не просто человек в хорошем месте родился, да, а при этом, чтобы у него была возможность практиковать учение Будды и продвигаться к состоянию Будды, да, то есть применять в жизни учение Будды, вот, поэтому такое благорождение, наделенное вот такими благими условиями, такими возможностями, это очень желаемое, да, как бы, следствие действий, да, поэтому здесь есть также сопутствующие факторы, аспекты есть, да, которые сопровождают это рождение, вот, рассмотрим его в трех аспектах, а, кармические созревшие достоинства, б, их зрелые плоды, и, в, причины созревания, созревшие достоинства, их восемь, первое, долголетие, второе, прекрасная внешность, третье, благородное, что-то, эфир приостанавливается, связь не очень хорошая, вот, то есть, созревающие плоды этих поступков, да, то есть, мы о чем говорили, да, то есть, отказ от убийства, отказ от воровства, отказ от лжи, отказ от распутства, отказ и так далее, да, всех этих десяти, немогих деяний, приносят, соответствующие, благие плоды, то есть, отказ от убийства становится причиной долголетия, да, долголетия, прекрасная внешность, то есть, отказ от гнева, ненависти, которые приводят, да, к убийству, воровству и так далее, приводит, становится следствием прекрасной внешности человека, вот, также, благородное происхождение, третье, это благородное происхождение, это рождение в знатном роду, в почитаемом, прославленном мире, четвертый плод, это благосостояние, то есть, это богатое достояние, обилие родственников и прочих близких, обилие слуг, ну, то есть, обилие людей, которые готовы вам помогать, да, вот, следующее, пятое, уважаемое слово, то есть, практика, отказа от четырех недобродетельных деяний речи, приводит к следствию тому, что, становится ваше слово уважаемым, да, то есть, если человек не занимается пустословием, человек говорит правду, человек говорит с благой мотивацией, да, то, чтобы помирить поссорившихся, для того, чтобы, как сказать, помирить поссорившихся, чтобы, которые согласии живут, чтобы они еще больше согласия жили, и так далее, да, такой мотивации, то есть, без злонамеренности, приятные словами, приятными речами, да, грамотными, вот, человек пользуется, да, по делу, в нужном месте, в нужное время, говорит, полезные для других речи, то есть, все правильное действие речи, да, то есть, правильная речь называется, вот, и следствием это является уважаемое слово, соответственно, да, то есть, если человек всю жизнь, он всегда говорил, всегда правду, всегда говорил по делу, никогда со своим не занимался, Естественно, люди начинают ценить качество этого человека. Если человек начинает говорить, то люди понимают, что он действительно что-то важное хочет сказать, что-то полезное для других и так далее. Поэтому начинают уважать слово этого человека. Это доверие, то есть уважаемое слово – это доверие других вследствие честности, поступков и вещей, а также авторитет слова существ, поскольку оно может быть представлено участником любых споров в качестве доказательства. То есть если человек всегда правдив, всегда благородный и с целями говорит по делу и вовремя, то даже его слова настолько уважаемые становятся, что когда люди спорят, они прибегают к его слову, то есть что он скажет по этому поводу и качество доказательства, то есть слово этого человека может быть представлено как качество доказательства. То есть настолько уже уважаться может. – это следствие как раз благих практики добродетельной речи, правильной речи. Далее шестой аспект или шестой плод, созревший достоинство – это широкая влиятельность. Это большая слава и известность вследствие обладания такими достоинствами, как отвага или усердие в даянии и тому подобное и соответствующий почет, оказываемый многими людьми. Вот, седьмой – это мужской пол, то есть считается в традиции, это в Индии в то время, по крайней мере точно, что мужское рождение опять прерывается. Вот, то есть в Индии того времени, по крайней мере, считалось, что мужское рождение, оно более предпочтительное, потому что мужчины, как правило, в обществе того времени они обладали большим авторитетом, большим весом и так далее, да, поэтому было желательно обретение мужского имена рождения, вот, поэтому это тоже в достоинство вносится. Далее, восьмой – сильная – натура. Силы прошлых деяний, естественным образом, мало случаются вреда, отсутствия болезни, много энергии, вдохновляемые обстоятельствами жизни, то есть вот эти достоинства как бы обретаются благодаря вот этим практике добродетелей, да, вот, те достоинства можно обозначить и по-другому. Пребывание в счастливой участи, тело, рождение, богатство и помощники, авторитет среди жителей мира, слава, сосуд всех достоинств, обладание способностью к действию. То есть, ну, то же самое, да, восемь достоинств созревающих. Вот, зрелые плоды, их восемь также, да, и длительное накопление множества заслуг для блага своего и других, радостное приобщение учеников с первого взгляда и готовность снимать словам такого человека, беспрекословное выполнение его указаний, обращение существ в веру посредством даяния и способствования их совершенствованию, обращение существ посредством добрых слов, помощи и соответствия между словами и делом и способствования их совершенствованию, нахождение во всех делах друзей, готовых отблагодарить за оказанную помощь, быстрое повиновение других, становление сосудом всех достоинств, сосудом всех достижений, требующих рвения и упорства, сосудом обширной проницательной мудрости, а также безбоязненность перед кругом слушателей, отсутствие препятствий и помех для гуляния, бесед или трапез вместе с другими существами или же для пребывания в уединении, высота постижения вследствие больших аналитических способностей, обретенных благодаря неуныванию и постоянному мощному энтузиазму при осуществлении собственного чужого блага. То есть это тоже созревающие плоды, то есть быстрые умственные способности, возможности оказывать влияние на других, положительное влияние и так далее. Все это достоинство тоже, которое обретается, опять же, практикой добродетельной. Вот. И что нужно делать, чтобы эти достоинства созрели, да, причины созревания? Их восемь. То есть кроме основы, о которой мы говорили, десять путей кармы, да, то есть отказ от этих действий недобродетельных и практика добродетельных, кроме этого еще есть другие причины, да, их восемь. Непричинение зла существам и непомышление причинения зла. То есть кроме того, чтобы просто воздержаться от убийства там или воровства, кроме этого еще нужно практиковать непричинение зла существам, да, и не помышлять даже о причине зла, да, то есть добродетельного, такой настрой ума должен быть, да, чтобы другим жевать добра. Вот. Здесь цитируются источники, здесь сказано, «Когда обреченных спасают от смерти или выживать помогают, и зла не творят существам, заслугами этими долгую жизнь обретают, а вследствие ухода за больными, раздачи лекарств, нанесения вреда, то есть отказ, да, от нанесения вреда камнями, палками и прочим, приобретая здоровье или уход за больными, да, которым нанесли вред таким, то есть приобретая здоровье, то есть это фактор, причина созревания достоинств, то есть долгой жизни. Вот. Приобретая здоровье благодаря таким действиям, то есть уход за больными, раздача лекарств, помощь другим, да, вот, или спасение от смерти других. Вот. Второе – подношение светосветильников подобного и новой одежды. Второе – это, что у нас было? Прекрасная внешность, да, прекрасная внешность, а также одной из причин созревания достоинств прекрасной внешности является совершение подношений, то есть мы зол, когда зажигаем, там, допустим, да, и так далее, то есть подношение светосветильников подобного или там другим людям, то есть трём драгоценностям подношения дьявам или практикуем даяния, новой одежды и подобного – это следствием является обретение приятной внешности, да, в следующей жизни. Вот. Или даже в этой жизни, возможно. Вот. Ещё сказано следствие выдержания озлобы и подношения украшений красивый облик. То есть, когда человек не гневлив, а когда человек, ну, как бы, добродушный, он к другим, как бы, воздерживается от злобы, то есть он не злится, да, терпеливый человек, да, вот. И при этом подношение украшения, следствием всех этих действий является красивый облик. В результате же отсутствие зависти – счастливая доля. Так проповедано. Потом третье достоинство – это благородное происхождение. Причиной этой является подавление гордыни, поклонений и прочим учителям и подобным. Почтительность к другим, подобное рабской. Ну, здесь имеется в виду, что проявление уважения к другим, да, то есть если человек горделив, то благородное происхождение очень сложно получить, то есть благорождение, в таком, ну, как бы, положении, обретение такого положения, да, то есть уважение к другим, почтительность к другим, подавление гордыни и уважение учителей духовных и подобным, то есть благородного существ, да, это все является причиной собственного благородного рождения. Далее, даяние четвертое – это благосостояние. То есть причиной обретения благосостояния является даяние пищи, одежды и тому подобное просящим, а также непросящим. Раздавание имущества неимущим страдальцам и полям достоинства. Полям достоинства имеется в виду особые объекты. Это буддийские учителя, монахи и так далее. То есть это считается поля накопления заслуг, храмом подношения делать и так далее. Либо делать подношения объектам, трем драгоценностям, допустим, какие-то подношения делать. Либо буддам, бадхисаттвам, если у вас есть возможность встретить их в жизни, конечно. Это все является причиной благосостояния, обретения богатого состояния, обилия родственников и людей, которые готовы вам помогать. Пятая привычка избегать четырех неблагих деяний. Пятая – это достоинство уважаемого слова. То есть правильная речь, избегание лжи, злословия, пустословия и грубых слов является причиной обретения уважаемого слова. Шестое – обретение широкой влиятельности. Причиной является молитва о том, чтобы в следующей жизни осуществились разные достоинства по отношению к трем драгоценностям, почитании родителей, шаровак и пройти как будто наставников, учителей и духовных руководителей. То есть все это является причиной обретения широкого влияния. Далее радость. Седьмое – это мужское поло обретается. То есть причиной является радость от достоинств мужчины, недовольство женским положением, признание его ущербным, отвращение желающих обрести женское тело от их стремления спасения от оскоплений. Но это есть разные трактования. И вот те, что говорят, что в то время в Индии просто было положение мужчин выше социального сообщества до того времени. Поэтому, естественно, желали обрести именно мужское тело в будущей жизни. Хотя, с другой стороны, есть история Бадхистатва Таре, которая дала обрет, что именно женскому телу оно будет перерождаться и достигнет просветления. Поэтому здесь это не так принципиально. Просто учитывая то время в Индии, какие были порядки в обществе. И в целом возможности мужчины обычно больше в обществе, чем у женщин. Поэтому это считается предпочтительным рождением именно мужского тела. Личное следующее восьмое достоинство – это сильная натура, причиной является личное совершение того, что совершенно не способны другие. То есть человек, который готов на себя взять такие поступки, которые другие не готовы совершать или не способны, в принципе, совершать. Но благие имеется в виду. Содействие, где требуется сотрудничество, кормление и поение. То есть эти действия, они приводят к обретению плода сильной натуры. То есть человек, который готов на себя брать ответственность, который готов брать, совершать те действия, которые не способны другие совершать. То есть он этим самым создаёт причины обретения сильной натуры. То есть это его природа уже становится, его человека. Следующий параграф – «Как после размышлений делать правильный выбор поведения?» То есть мы разобрали, какие действия приводят к каким посредствиям, что должно быть в основе. И после этого мы это узнали. То есть добродетельные поступки становятся причиной счастья, благих этих последствий. То есть все эти достоинства созревают и так далее. Если вы совершаете неблагодобродетельные поступки, то противоположные следствия получаете. То есть здесь отсутствие уважения к вашему слову, короткая жизнь, некрасивая внешность, низкое происхождение, отсутствие благосостояния, то есть отсутствие влиятельности, слабая натура и так далее. Все это является следствием противоположных действий. То есть понятно, да? Вот. И поэтому здесь следующее предлагается размышление, как после этого делать правильный выбор поведения. То есть когда мы узнали о следствиях разных наших поступков, то есть как правильно делать выбор поведения, то есть как нужно себя вести правильно. Здесь еще два пункта. Общее разъяснение и специальное правило очищения поступков четырьмя силами. Общее размышление, то есть здесь размышление о том, что если мы хотим быть счастливыми, то мы должны следовать добродетели. Да, если мы не хотим, ну, это, таких нет людей, да? То есть если мы понимаем, что причиной счастья именно добродетельные поступки являются, и при этом мы хотим счастья, да, это все люди хотят, да, себя счастливыми. Вот. Поэтому нам нужно делать, прилагать усилия, чтобы совершать добродетельные поступки. Так, здесь, ну, несколько цитат прочитаю. Из Бакхичара-Ватары здесь цитируют в самом Риме. Вот. В введению практику сказано. Источник всех страданий – неблагие поступки. Как же мне от них спастись? Об этом только следует и думать всегда, без перерыва, день и ночь. И далее, опять же, в Бакхичаре-Ватаре, да? Муни, то есть Будда. Муди – это с санскрита переводится «мудрый», то есть имеется в виду Будда. Поведал о том, что основа всех добрых дел – стремление к ним, а для того созерцая постоянно, как созревают деяния плоды. То есть для того, чтобы добрые дела делать, нужно убедиться в том, что действительно то, что они приносят желательные плоды, да, такие достоинства созревают и так далее. И то, что если вы совершаете плохие дела, злые дела, вред причиняете другим, то плоды, соответственно, противоположные этим плоды тоже будут, да? То есть если вы это понимаете хорошо, постоянно это четко осознаете, то, естественно, кто себе враг, да, правильно? Кто будет сам себе создавать причины собственных страданий, правильно? И поэтому вся причина того, что люди совершают недобродетель, то, что они не понимают, какие следствия будут от этого. Вот. И это самый корень того, что люди совершают такие поступки, потому что они не заблуждаются относительно следствия своих действий. Вот. То есть ознакомившись с хорошими и плохими деяниями, плодами, следует недовольствуя лишь знаниям вновь и вновь созерцать их. Тем более, что обретение убежденности в законе деяния плода сильно затрудняет его большая потаенность. То есть если какие-то вещи для нас очевидны, допустим, если человек совершает убийство, то он может в тюрьму сесть, да? Вот. Либо его какие-то там друзья убитого человека могут его то же самого убить, да? Это очевидное следствие, да? От этого действия. Но есть следствие, которое не очевидно, то есть то, что может в следующей жизни плоды свои дать. Либо, допустим, человек рождается в этой жизни, вроде ничего плохого не делает, а с ним какие-то несчастья случаются, да? Вот. И это не так очевидно уже, да? То есть вот это причинно-следственная связь. Вот. Поэтому здесь как бы нужно снова и снова размышлять, как эта причинно-следственная вот эта цепочка, она существует, для того, чтобы убеждение обрести, убежденность, да? В том, что действительно этот закон, он, ну, как бы, справедлив. Закон деяния плода. Вот. Поэтому снова и снова нужно размышлять, вот, чтобы обрести убежденность, твердую убежденность. А если у человека уже есть убежденность, то, соответственно, он будет и выбор поведения правильно делать, да? Вот. То есть, если доверяя слову Будды, не уверимся в законе деяния плода, то не обретем радующие победители убежденности ни в одном из положений дхармы. Некоторые говорят, я обрел убежденность в пустоте и не верю в закон деяния плода, пренебрегает им. Значит, их понимание пустоты превратно, ибо если пустота понята правильно, она рассматривается как зависимое происхождение и способствует зарождению убежденности в законе деяния плода. То есть, если человек, который говорит, что он убеждился в пустоте, но при этом не верит, что карма приносит плоды, то это значит, что он неправильно понимает пустотность. Потому что понимание пустоты как раз доказывает, что закон деяния плода справедлив. То есть, взаимозависимость, мы говорим, да, что самосущих вещей нет, они все друг друга зависят. И поэтому вот эта вся взаимозависимость явлений, она как раз при понимании пустоты эта взаимозависимость очень хорошо осознается. И если она осознается правильно, тогда тем более убежденность еще больше появляется в законе деяния плода. Потому что ничто без следа не исчезает, да, любые поступки, они создают какие-то причины. То есть, вот эта цепочка следствий, она продолжается. И поэтому, если мы понимаем, что какие-то отдельные явления рассматриваем, мы понимаем, что они не без причины возникли. То есть, они возникли в силу обстоятельств, в силу каких-то условий. И вот эта цепочка, ее можно отслеживать и понимать, что действительно вещи, они самосущие не существуют, они из причины условий возникли. И вот это бесконечное количество причин и условий она создает вот эту всю реальность, в которой мы живем. Поэтому мы говорим, что человек, который понимает взаимозависимое происхождение, всех явлений, то тем более он убеждается еще больше в законе деяния плода. Так, далее. Поэтому кто убеждается в причинно-следственной зависимости обоих типов деяний и результатов, то есть добродетельных и недобродетельных, денно и нощно следить за тремя дверьми, за телом, речью и умом, то есть не совершать недобродетельных действий телом, не совершать недобродетельных тела речью и не совершать недобродетельных телом умом, то есть постоянно следит за своим умом, за своим физическими действиями. И денно и нощно, то есть днем или ночью, что он делает, всегда контролирует себя сам. Тот ограждает себя от дурной участи, то есть от плохого перерождения, потому что это является основой нравственности. То есть человек, который следит за своими поступками и следит за тем, чтобы они были именно добродетельными и не допускает недобродетельную поступку, этим самым создает причины для рождения, благое вычастие, то есть новое человеческое рождение, либо божественное рождение может обрести. А человек, который не следит за своими действиями, то он совершает, как правило, часто совершает неблагие поступки, которые становятся причиной его собственного страдания. А кто в самом начале хорошенько не разобрался о причинах и плодах, или знает немножко, но беспечно обращается со своими тремя дверьми, то есть телом, речью и умом, тот открывает ворота в дурную участь, то есть плохое утверждение. Вот здесь вопрос о сагарамате, то есть сутра такая сказана. О ладыка наг, это сам Будда так говорит, да, обращается к ладыке наг, наги, это такие существа есть, вот, а на гарадже, вот. Одно качество истинно ограждает бодхисаттву от рождения в несчастных уделах в дурной участи падших. Какое это качество? Именно аналитическая проверка себя на благие качества, каков я при провождении иначе. Если таким образом исследовать себя, то по словам великих предшественников, если на этой стадии знакомство с законом деяния плода, сличить свои поступки с хармой, и они вовсе не сойдутся, то значит мы поступаем неправильно, а потому никак не спасемся. Поэтому следует проверять свое поведение по закону деяния плода, согласуется оно с хармой или нет. Вот, то есть здесь, как бы, Мама Цунгкапа, он делает такое, да, для этого этапа излагается этап внешней личности, да, то есть которая стремится именно к благому рождению в следующей жизни. То есть самая главная цель внешней личности, это именно рождение в будущей жизни, благое рождение, поэтому все он сводит к этому. То есть если мы не будем следить за своими поступками деяния тела, речи, ума, то мы вполне можем переродиться в плохое оперождение получить, да. Если мы будем следить, будем стараться, чтобы мы соблюдали добродетель день и ночь, да, то мы создаем однозначно причину благого перерождения, да, и поэтому как бы на это все акцент делается. Вот, то есть соответствуют ли наши поступки, которые мы ежедневно совершаем в харме, да, то есть соответствуют ли они этим добродетелям, о которых говорилось выше, да. Вот, если соответствуют, то нужно радоваться. Если они соответствуют, то нужно стремиться к тому, чтобы привести в соответствие наши действия. Вот, поэтому нужно стараться. Вот, следующий параграф. Как после такого размышления воздержаться от проступков? В главе о говорящем истину сказано, «О, князь, не убивай, жизнь очень дорога для всех рожденных. Более того, кто хочет жизнь надолго сохранить, пусть даже не помыслит об убийстве». «Согласно сказанному, не допуская даже помысла о десяти неблагих деяниях, а также о ранее упомянутых проступках, следует всегда прибегать, привыкать к мысли о воздержании от зла, многократно повторять ее. Если таким образом не отвратимся от дурных поступков, придется помимо воли испытать страдания. Куда бы ни пошли, от них не спасемся». То есть от страдания не спасемся. Вот, ну здесь много цитат, у нас вот время уже подходит к концу. Вот, кратко еще, в прошлом эфире я тоже говорил про эти четыре, да, и может быть сейчас даже следующий эфир запущу, наверное, более подробно, потому что я хотел, конечно, про это сказать, но время не поместил, чтобы время, в общем, не уложился. Вот, давайте следующий, сейчас мой эфир, я просто дозакончу вот этот, да, материал, который я хотел изложить. Сейчас у нас несколько минут осталось, но я начну. Вот, далее после этого, то есть даже, то есть если мы убедились, да, в правильности причинно-следственной, законно-причинно-следственной связи, то есть то, что добродетельно становятся причиной плохих, хорошие поступки становятся причиной собственного счастья, и недобродетельные, да, вредные поступки, то есть вредящие другим живым существам, они становятся причиной нашей собственной страдания. Если мы в этом глубоко убедились, то мы будем впредь воздерживаться, да, от зла и совершать добро, стараться, да, чем яснее, чем для нас это более понятно, чем более для нас это ясно, то тем более усердно мы будем в практике, да, своей соблюдением нравственности. Вот, но если мы совершили поступки уже в прошлом, то есть сейчас уже новые мы не будем совершать, да, мы будем стараться соответствовать добродетели, дёной и ночью нам памятовать о своём теле, о поступках тела, речи и ума, и стараться, чтобы у нас только добродетели, по сути, были. Хорошо, мы научились это делать, да, но что делать, если мы совершали эти недобродетельные поступки в прошлом, вот, и сейчас поняли, что это было неправильно, сейчас мы когда изучили, да, вот, в чём, какие, что это были недобродетельные поступки, что они могут принести плоды в виде страданий в будущем, вот, которые мы не хотели бы, да, вот как с этим поступать, да, что делать можно, вот, и существует в практике очищение недобродетелей четырьмя силами, так называемыми. Хотя стараемся не запятнаться, да, грехопадениями, то есть, ну, такими недобродетельными, скажем, поступками, но если по неосмотрительности и из-за обилия омрачений и тому подобного допускаем проступки, то нельзя оставлять их без внимания. Необходимо прилагать усилия к средствам исправления заповеданным сострадательным учителем Будды. Что касается способов исправления падения, то это следует делать так, как проповедано в связи с каждым из трёх обетов. Исправление же грехов должно производиться посредством четырёх сил. Четыре силы, да, какие четыре силы? Проявление полной непримиримости, применение противоядия, отказа от грехов и силы опоры. То есть вот это четыре, это в сутре учащие о четырёх качествах есть такая сутра. Будда, он Майтрея говорит. Если Батхисаттва Махасаттва обладает четырьмя качествами, то совершённые и накопленные проступки подавляются. Каковы эти четыре? Вот они. Сила проявления полной непримиримости, применение противоядий, отказа от грехов и сила опоры. Вот. То есть совершённые и накопленные это деяние определённого измелья. Мы то, что разбирали, да, то есть которые умышленно совершённые поступки в прошлом, там, убийство, либо воровство, либо что-то подобное, распутство, да, то есть эти поступки, они могут принести негативные, как бы, последствия, да, то есть карма это может созреть. Поэтому, чтобы их очистить, чтобы избавиться от этих проступков, подавить их, нужно применять четыре силы. Вот. Первое из них, это многократное покаяние. У него есть деяние, совершённое с безначального времени, то есть так как мы живём не первую жизнь, а перерождаем себя бесконечно, безначального времени, говорят, да, количество жизней, у нас очень много в прошлом было, да, и все эти поступки, они могут, совершённые в прошлых жизнях, они могут принести плоды. Поэтому нужно раскачиваться не просто поступку только этой жизни, да, а раскачиваться проступку, совершённых в прошлых жизнях, так же. Вот, то есть это покаяние. Так, я вкратце здесь обозначу, время сейчас закончится, и мы дорасскажу в следующем эфире, я сейчас перец запущу, да, перец запущу эфир, вот, до, изложу материал до конца, и можете задавать свои вопросы в чате, да, здесь, вот, и я постараюсь на них ответить. Так, вот, четыре силы, это первое, это покаяние, второе, это сила, как бы, противоядие, так называемое, третье, сила, обещание впредь не совершать этих поступков, да, вот, и четвертая сила, это культивирование, обращение к пробивающей, то есть сила поля, так называемого, то есть культивирование, обращение к пробивающей, трех драгоценностей, и устремление к пробуждению, то есть, это четыре силы, с помощью которых очищается последствия, или неблагая карма, совершённая в прошлом деянии, да, вот, более подробно в следующем эфире, сейчас я перезапущу, время подходит к концу, вот, и будем вопросы и ответы, перейдём к вопросам и ответам, вот, ну всё, на этом эфир первый завершаю, сейчас оставайтесь, как бы, с нами, и подключайтесь к следующему эфиру, в первый раз, когда... Продолжение следует...